Первый доклад, который будет делать Лев Михайлович Брешейн, он потихонечку идёт к трибуне. Сравнительная эпидемиология и основы эндокринологии медулярных и дифференцированных корсином щитовидной железы. Пожалуйста, Лев Михайлович, у вас 20 минут. Спасибо большое, Алексей Степанович, и за вступление, и за историческое экскурс очень полезный. Я действительно постараюсь тоже придерживаться временных параметров. Постараюсь придерживаться временных параметров, конечно. И, как вы видите, действительно в заглавии этого сообщения есть слово «основы». Я бы и хотел начать с основ и напомнить, что в щитовидной железе есть три типа клеток, но только один из них, а именно те клетки, которые окружают сам фолликул, то есть эпителиальные и фолликулярные клетки эпителия, они регулируются в своей деятельности териотропным гормоном. Но, с другой стороны, у териотропного гормона стоит задача не только в том, чтобы способствовать синтезу гормонов щитовидной железы, но у него есть и метагенный эффект, пролифератинный, а, с другой стороны, вот тут вот такое скромное из трёх букв сокращение, которое расшифровывается как натрий-йод-симпортер, и это фактически то, что мы привыкли называть элементом йодной ловушки, и это важно помнить, что ТТГ тоже руководит этим процессом, потому что, когда я коротко коснусь там проблемы радиорезистентного рака щитовидной железы, то вот это сочетание нам пригодится. Но есть другие варианты клеток, и мы сегодня, многие, видимо, из нас будут говорить о С-клетках, которые продуцируют кальцитонин. Но на основании того, что мы знаем о физиологии и морфологии нормальной щитовидной железы, нам легко перейти к пониманию того, что из себя представляет высокодифференцирный карцином и щитовидной железы, который на основе того эпителия, о котором я говорил, и медулярный рак, это на основе С-клеток. Но что важно в отношении папиллярных карцином, это не моя задача, но просто нужно понимать, что это не единое образование. Это образование, которое имеет много подтипов, которые отличаются и агрессивностью роста, и целым рядом своих иных проявлений. Вот теперь, кстати, по поводу одного из тезисов, которые упомянул Алексей Степанович. Дело действительно в том, что мы знаем целый ряд новообразований гормонозависимых тканей, но в последнее время получается, вот я взял, условно говоря, библиографию за последнюю четверть века, как ни странно, литература по раку щитовидной железы, она начинает превышать по своей частоте литературу в отношении рака эндометрия, хотя рак эндометрия, это, так сказать, постоянно в сфере интересов и гинекологов, и эндокринологов, и так далее. Почему это происходит? Дело в том, а мы тут уже немножко об эпидемиологии должны сказать, что рак щитовидной железы принадлежит к тем новообразованиям, в отношении которых действительно наблюдается рост заболеваемости. Причем он наблюдается и за рубежом, в частности здесь, спасибо большое, в частности здесь приведены американские данные, и с другой стороны, по данным популяционного ракового регистра Петербурга, тоже видно, что прибавка есть, и она существенная, например, в период с 90-го года по 2011-й в среднем прибавлялась от 8 до 18% заболеваемость в год. И что важно, что это преимущественно или поголовно происходит за счет популярных карциномов. Вы видите на правой части слайда, что фактически фолликулярные карциномы, их частота практически не меняется. И есть еще одна особенность, на которую я хотел бы уже как эндокриновок обратить внимание. Дело в том, что мы привыкли, и, наверное, справедливо считать, что, конечно, средний возраст больных раком щитовидной железы более низок, чем при целом ряде других новообразований. Но вот посмотрите на нижнюю часть рисунка, и красный квадратик, он показывает, что в возрасте 55-64 года наблюдается по сравнению с периодом 2006 года по большой американской статистической базе заметная прибавка и определенное уменьшение в возрасте 20-34 года. Для эндокринолога вот этот перевод в более старшую возрастную группу, хотя он не выглядит очень большим, но он реальный, и мы об этом вспомним, когда будем говорить не только о тиреоидных, а о внетиреоидных факторах, которые имеют отношение к возникновению и течению рака щитовидной железы. Если говорить о тиреоидных факторах, то надо понимать так, а что-нибудь помогает установить диагноз заболевания, что-нибудь способствует этому, периферические гормоны, то есть тероксин, триод, тиранин, этому не способствуют. На лимфоцитарную инфильтрацию мы должны, судя по современным данным, смотреть не только с позиции аутоиммунного тиреидита зоба-хошемота, но и просто придавать значение тому, какие подтипы лимфоидных клеток инфильтрируют ткань карциномы щитовидной железы и нормальную железу. Это важно. Антитела к тиреоглобулину – это не только помеха в определении тиреоглобулина, но и самостоятельный маркер, но не маркер, который предсказывает опасность возникновения заболевания. Что касается предоперационного уровня тиреоглобулина и ТТГ, оказывается, что в целом ряде случаев это важные параметры. Я бы хотел только одно слово сказать в отношении тиреотропного гормона. Есть целый ряд работ, которые говорят о том, что сочетание узла, особенно гипоэхогенного, с умеренно повышенным уровнем ТТГ в пределах нормы, но где-то на верхней границе, это фактор риска развития карциномы. А с другой стороны, есть работы, в которых говорится, что если уровень ТТГ ниже, чем единица, это фактор риска. И получается, что современная точка зрения, возможно, склоняется к уобразной зависимости. У нас будет специальный доклад об уровне послеоперационного тиреоглобулина. Тем не менее, я только вот что хочу сказать. Что сейчас начинают возникать высокочувствительные и радииммунологические, и иммуноферментные методы определения, которые, по некоторым данным, они не всем доступны, и в том числе в России они пока не присутствуют, но они могли бы избежать теста с отменой тироксина или пробы с рекомбинатным тиреотропным гормоном. Еще только одно слово, почему важно иметь высокочувствительные методы определения тиреоглобулина. Потому что это определяет врачебную тактику. Если тиреоглобулин так называемый неопределяемый, меньше 1 нанограмма на миллилитр, то там одни клинические действия, в частности, возможно, при необходимости коррекция дозы тироксина. Если он определяемый в пределах от 1 до 2 нг в миллилитре, то там это рекомендация по европейским стандартам к тесту с отменой тироксина хотя бы один раз в год. А если он определяемый и более 2 нанограмм на миллилитр, то там уже непосредственно и активная должна быть попытка визуализации очагов. Потом часто идет дискуссия по поводу того, какая должна быть терапия препаратами щитовидной железы. Должна ли она быть супрессивной или заместительной? И в принципе эта дискуссия идет до сих пор. Но первый вопрос, который часто задают, в какой момент надо начинать это лечение и чем стоит лечить пациентов? Тироксином или триодтиранином? Но все-таки тироксин себя ничем плохим не зарекомендовал. Тут многие вопросы могут быть перенесены на дискуссию, о которой говорил Алексей Степанович, на круглый стол. Что касается уровня терротерапина, в группах высокого риска нужно стремиться подавлять уровня терротерапина, в группах высокого риска его нужно стремиться подавлять до значений меньше, чем 0,1. А вот при заместительной терапии, начиная примерно с 2006 года, с консенсуса Американской тиреоидной ассоциации, говорится о том, что в группах низкого и даже промежуточного риска это может быть не супрессивная терапия, а заместительная. Причем рамки того, каким должен быть уровень ТТГ, расширяются. Уже нередко можно встретить указания на то, что допустимые 0,5-1,5. С другой стороны, я буквально недавно наткнулся на то, это выглядит очень удивительно, но это факт, в большой работе, мультицентровой, там было 5 тысяч больных, говорят о том, что даже при дистантных метастазах, если уровень ТТГ был в пределах 0,1 единица, то результаты оказались лучше, чем если вы подавляете меньше 0,1. Значит, возможно, здесь нужно учитывать, что речь не всегда ведь идет только об опухоль специфической выживаемости, а может быть и об общей выживаемости, но ясно, что в случае передозировки теракцина, а все-таки в группе больных в возрасте старше 50 лет, мы находимся в ситуации, когда чаще может развиться субклинический гипертиреоз, кардиопатия и остеопения, что все налагает определенное влияние на состояние больных. Но вот то, что я хотел вам сказать, дело в том, что при радиорезистентном раке щитовидной железы, и об этом будет сегодня как минимум, я думаю, два докладчика говорить, ему сопутствует, то есть это заболевание, та форма заболевания высоко дифференцирной карциномы, которая не отвечает на лечение радиоактивным йодом, она называется радиорезистентной. Так вот, там часто или относительно часто наблюдаются мутации гена BRAF, и что оказывается, но это экспериментальная работа 2013 года, что здесь захват йода усиливается не только в той ситуации, когда вы блокируете BRAF, в данном случае в эксперименте, а еще если вы имеете достаточно высокие концентрации тиреотропного гормона. То есть фактор, который по сути дела является метагеном, и вроде бы мы привыкли считать, что он плох, мы его обычно подавляем. Вот в этих случаях, возможно, дальнейшее лечение будет направлено на то, чтобы ограничивать эффект сигналинга от гена BRAF и дополнительно добавлять, видимо, какие-то препараты, которые или препятствуют ослаблению экспрессии рецепторов тиреотропного гормона или каким-то образом его замещают. Вот несколько слов о так называемых внетиреоидных гормонально-метаболических факторах, потому что большинство, конечно, конференций посвящается вот тем вещам, которые я только что перечислял. Это тиреотропный гормон, это тиреоглобулин и так далее. Но с другой стороны, помимо того, что тиреотропный гормон является, условно говоря, фактором роста для щитовидной железы, таковыми же являются эпидермальный фактор роста, инсулиноподобный фактор роста и некоторые другие, а также эстрогены, о чем я чуть позже скажу. Но хочу коротко обратить ваше внимание, что сейчас все больше уделяется, придается значение таким факторам, как наличие нарушения углеводного обмена, инсулинорезистентность, мы об этом говорим применить на краку щитовидной железы достаточно давно, и в то же время избыточная масса тела. Ожирение там трудно, честно говоря, увидеть, но избыточная масса тела бывает. А что касается вообще вот всего этого, тут основой является все-таки инсулинорезистентность, на которой завязывается и все остальное здесь перечислено и здесь. По идее и в перспективе, и сейчас уже делаются попытки ограничивать вот это нарушение с помощью препаратов, в частности, типа метформина, это антидиабетический бегуанид, если надо будет, мы можем об этом поговорить подробнее. Что касается эстрогенов, то вот около примерно лет 15 тому назад было показано, что если есть культура клеток рака щитовидной железы, то пролиферация в ней с помощью эстрадиола эстрогена заметно усиливается, и чистые антиэстрогены ограничивают эту прибавку пролиферации. В наших клинических работах мы пытались смотреть и уровень эстрогенов в крови, и содержание рецепторов, и активность ароматазы, ключевого фермента. Ничего особенно не было найдено. Но вот что интересно, что по отношению к тамоксифену, который препарат номер один для рака молочной железы, не совсем понятно, такие попытки делались, не совсем понятно, он обладает эстрогенным действием на ткань щитовидной железы, или антиэстрогеном, это всё предстоит обсуждать, и Елена Аркадьевна, которая здесь упоминалась, она проявляет интерес к этой проблеме, так что я имею в виду к эстрогенам при раке щитовидной железы, так что это важный момент. Теперь хочу заострить ваше внимание на том, что применительно к медулярной карциноме не совсем понятно, вот такая вещь, нужно ли определять кальцитонин при скрининге этого заболевания. По данным одной из солидных организаций такого рода Американской тиреоидной ассоциации, их рекомендации сводятся к следующему, всем подряд делать не надо, это экономически не оправдано, и без теста со стимуляцией, в их случае речь идёт о пентагастрине, это смысла не имеет. А Европейская тиреоидная ассоциация и ряд отечественных центров придерживаются другой точки зрения, они сторонники рутинного тестирования, особенно когда показаны операции и хотят заранее понять, а вдруг это медулярная карцинома. И ориентироваться по этим рекомендациям нужно на следующее, поскольку нормальное значение кальцитонина считается не выше 10 пикограмм на миллилитр, то низко-средний уровень, 10-90 пикограмм на миллилитр, требует теста со стимуляцией, в данном случае глюканатом кальция, и там даются рекомендации, как быть, если подъём недостаточен, и кроме того, рекомендуется исключать другие причины гиперкальцитонинемии, не связанные с медулярной карциномой. Что ещё хочу сказать, но сегодня будут доклады, в частности, Евгения Наумовича, где об этом будет говориться более подробно, всё-таки с позиций клинических бывают иногда немые формы медулярной карциномы, и иногда это и в лабораторном плане не всегда очевидно, и поэтому тут нужно сочетание и гормонального, и генетического анализа. Напомню, что медулярный рак щитовидной железы участвует в формировании двух синдромов множественных нейроэндокринных неоплазий, о чём сегодня тоже будет говориться, и в чём практически аспект этой проблемы, что если выявляется медулярный рак щитовидной железы, обязательно нужно тратить время, если можно так выразиться, но это оправданные затраты времени на то, чтобы посмотреть, а нет ли новообразования в других органах. При синдроме Сипла нужно смотреть, в частности, более подробно состояние паращитовидных желёз, а при синдроме Горлина, в том числе и при синдроме Сипла, надо смотреть, нет ли феохромоцитома, и там есть свои особенности, о мутациях различных генов не только Ред, и не только Браф, но и многих других, которые сейчас привлекают, многих исследователей, не только при медулярной карциноме, но и высокодифференцирной, будет говорить, я полагаю, Евгений Наумович. И последний мой слайд, если суммировать то, что я хотел бы всё-таки сказать, и что очень важно для дальнейшей практики, первое, имеется несомненное нарастание заболеваемости, прежде всего, популярной карциномы, щитовидной железы, и кроме того, имеется богатое событиями и своеобразная, можно так чётко сказать, своеобразная эндокринология, которая имеет отношение и к риску, и к течению заболеваний, и к его лечению, и к наблюдению за больными. Спасибо за внимание. Спасибо, Лев Михайлович.